Дорогие друзья, глубоко уважаемые коллеги, к сожалению, я не могу присутствовать на этом мероприятии, но я использую возможность этого в виде обращения для того, чтобы поделиться своими мыслями и воспоминаниями Владимира Николаевича Булатова и прежде всего как ректоре. Архангельского государственного педагогического института Поморского государственного университета. Я знаю Владимира Николаевича с 1968 года. Мы были студентами, однокурсниками на отделении истории английского языка Архангельского государственного педагогического института. Но наша уже тесная совместная деятельность на вузовском поприще началась в 1985-1986 году, когда Владимир Николаевич был, соответственно, проректором по научной работе, затем ректором Архангельского педагогического института, а я деканом исторического факультета. Но наиболее тесно мы работали с 1994 года, когда под руководством Владимира Николаевича я работал проректором по научной работе Поморского университета. И свои мысли мне хотелось бы сформулировать в качестве, ну, наверное, где-то десяти основополагающих тезисов, которые я хотел бы кратко комментировать. Первое. Владимир Николаевич был человеком мечты, мечтаний и больших проектов. Причем многие из подобных его начинаний казались даже людьми, близкими к нему, прожектами, но и его называли при этом нередко мечтателем. Но он делал все для того, чтобы свои мечты и проекты осуществить в жизни. Наверное, первым таким стратегическим шагом его как ректора, который способствовал колоссальному последующему ускорению в развитии института, затем университета, стало подписание соглашения о сотрудничестве с Московским государственным университетом имени Михаила Васильевича Ломоносова в 1986 году. Неожиданный шаг нового ректора, казалось бы, не очень понятный, кому-то кажущийся бессмысленным, некий периферийный педагогический вуз с одной стороны, флагман университетского образования, один из лидеров мирового высшего образования с другой стороны. Но Владимир Николаевич оказался прав, здесь нас объединило имя и дело Михаила Васильевича Ломоносова. И сотрудничество с Московским университетом способствовало нашему поступательному развитию от институтского к университетскому качеству, а имя Ломоносова стало своего рода путеводной звездой в нашем развитии. Это было очень важно, и университет последовательно шел, и вуз последовательно шел в дальнейшем по этапам. 1991 год – Поморский государственный педагогический университет, 1993 – Поморский международный педагогический университет, 1996 – Поморский государственный университет, классический университет, родился на родине Ломоносова. И в этом, несомненно, была особая заслуга Владимира Николаевича. И еще на один из таких принципиальных, больших проектов я хотел бы обратить внимание. Владимир Николаевич был одним из его инициаторов как ректор Поморского университета уже тогда. Это создание пятитомной Поморской энциклопедии. С одной стороны, это работало на имидж Поморского университета, с другой стороны, это прославило на всю страну и мир наше Поморье. Вот этот пятитомный, сегодня завершающийся проект. Следующее, что я хотел бы подчеркнуть, тезис, который, наверное, будет спорным, может быть, и непонятным даже кому-то, но этот образ у меня сформировался достаточно давно. Владимир Николаевич был идеальным ректором смутного времени. Дело в том, что вот когда все стабильно, когда выстроена определенная жесткая иерархия, прорывы, возможность переступить через ступени не существует. Смутное время, время кризиса, оно как ни парадоксально создает такие возможности. Абсолютное большинство людей, в том числе ректоры вузов 90-е годы, были заняты выживанием, были заняты спасением своих вузов. А Владимир Николаевич использовал это для развития, потому что время нестабильности, время перемен создает и колоссальные возможности, которые Владимир Николаевич в полной мере использовал. И это было важно, и в этом ему необходимо отдать должное. Владимир Николаевич в полной мере использовал возможности международного сотрудничества для развития университета. Он был одним из тех человек, который активно поддержал идею создания Баренцева Евроарктического региона. Он стал руководителем рабочей группы Баренц региона. Он стал одним из инициаторов проведения несколько месяцев спустя после учреждения в январе 93-го года Баренцева Евроарктического региона конференции международной по развитию науки и образования вот здесь в Архангельске. И следствием этой конференции стали создания Норвежско-Поморского центра, а затем и Поморского международного педагогического университета по инициативе Министерств иностранных дел двух государств. И Владимир Николаевич в дальнейшем использовал возможности Баренцева региона для развития университета. Поморский университет стал одним из лидеров формирующегося научно-образовательного пространства Баренцева региона и стал известным не только в Баренцев регионе, но и в мире и стране. В свою очередь ресурсы, которые привлекались для этого, они всемирно использовались для развития. И кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что своего рода лебедины песни Владимира Николаевича был в Северноморской пути Арктика. Он занимался этим как исследователь, и он всемирно использовал возможности этого для развития университета. И в 90-е годы участвовал в большой программе международной Северного морского пути, а занимаясь Арктикой, он использовал складывающиеся благоприятные возможности сотрудничества с Советом Федерации Федерального Собрания, руководители его в ту пору, Миронов и Николаев. Большое внимание уделяли Арктике с Арктическим Советом, с Ассоциацией циркумполярных университетов. И все эти международные возможности он использовал для развития университета. Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, Владимир Николаевич понимал, что университет формируется благодаря науке, благодаря научному комплексу, который должен был появиться в УЗИ. Он много делал для этого, мы с ним теснейшим образом работали на этом поприще. Он распределял, в известной мере перераспределял ресурсы университета для этого, что было необходимо. И к тому же у него были великолепные консультанты, советники, я имею в виду Николая Павловича Лаверова, Виктора Александровича Болотова. И к их советам на научном поприще он в полной мере прислушивался, что стало основой для развития университета. Владимир Николаевич со времен комсомольской партийной работы в полной мере использовал такую свою способность, как коммуникабельность, умение налаживать связи с людьми, в том числе на самом верху, в стране и за рубежом, используя это для развития университета. И в свою очередь с тех же времен он в полной мере оценил и использовал в своей работе такой принцип руководства, как подбор, выдвижение и расстановка кадров. Кадровая работа была поставлена в университете очень хорошо. Уже на студенческой скемпье мы внимательно смотрели талантливых ребят, а затем соответствующим образом, так сказать, расставляли на перспективу, создавая кадровый резерв административно-педагогические кадры в университете. Это, несомненно, способствовало развитию. Владимир Николаевич был доступен людям. Это такое парадоксальное даже в некой мере качество. К нему всегда можно было попасть как ректору, самым обычным людям, без очереди, без записи. Меня это иногда даже удивляло, поскольку казалось, что это отнимает время у ректора, график его работы очень жесткий. Но это работало и на популярность Владимира Николаевича, на его авторитет. И, кроме того, из бесед, встреч с людьми он извлекал для себя очень много полезного. Следующее, что я хотел бы подчеркнуть, это тот дух, атмосфера свободы, творческого поиска, который Владимир Николаевич сумел создать в Поморском университете. Это исключительно важно, потому что благодаря этому развивался и сам университет. Люди, работавшие в нем, смотрели на это с удовлетворением и вносили свой максимальный вклад в развитие вуза, который они оценивали как родной. А это было их самореализацией одновременно. И в итоге менялись люди, развивались люди, уходили в прошлые конфликты. Когда люди занимаются делом, конфликты исчезают. И вот эта благоприятная атмосфера, сложившаяся в университете, она всемирно способствовала его развитию. Владимир Николаевич был ректором стремительно развивающегося университета. Это очень важно, и это то особое, что нужно подчеркнуть и его адрес. Я хотел бы сослаться здесь на авторитет Виктора Александровича Болотова, который возглавлял Рособнадзор, и который традиционно подчеркивал, что Поморский университет был одним из вузов первой тройки с точки зрения динамики развития, или, по крайней мере, более аккуратно оговаривался он, в первой десятке стремительно развивающихся, успешных, меняющихся вузов. И это во многом происходило благодаря Владимиру Николаевичу Булату. И последнее, что я хотел бы подчеркнуть. Владимир Николаевич мечтал о дальнейшем развитии университета и объединении усилий научно-образовательного сообщества Архангельска. Он был автором идеи Объединенного университета в Архангельске. Он был одним из инициаторов и способствовал реализации проектов университетской ассоциации в Архангельске, инновационного научно-образовательного комплекса в Архангельске. И в конечном счете я хочу сказать, что создание федерального университета в Архангельске это уже реализация посмертно, но, наверное, самой большой его мечты. Что будет происходить с этим университетом сегодня и в дальнейшем, в решающей мере, зависит от нас с вами. Субтитры создавал DimaTorzok